Всем привет, мои дорогие пользователи и подписчики нашего канала. Сегодня у нас новости недели. Ну как недели, где-то наверное новости года. Тем не менее, хотим сделать как новости недели. В общем, речь пойдет сегодня о двух флагманах, двух компаний. Одна из которых это Huawei. Сегодня поговорим, покажу вам новое видео о компании Huawei, насчет модели Huawei P30 Pro, которая выйдет в 2019 году. Уже в интернет просочился дизайн, первый взгляд и спецификации данного девайса. Расскажу вам о нем и покажу. Достопримечательности у этого девайса, естественно, есть камера и экран, который занимает 91% корпуса. Уже есть новое видео, вы сможете посмотреть. В итоге, конечно, пока 100% неизвестно, какой продукт получат пользователи. Ждем, но уже есть некоторые особенности данного девайса. И он будет оснащен процессором Kirin 980. Не 970, а 980. Нашумевший процессор, как заявляют Huawei, самый мощный в мире, но мы увидим. И второй девайс, он будет, конечно, во много раз покруче. В плане дизайна, не знаю, как в плане производительности, так как он выйдет пока неизвестно когда, но думаю, где-то в 2019 году. Это Motorola. Фишкой этого девайса будет то, что экран в этом телефоне забирает 99% всего телефона. 99% всего телефона. Вы просто задумайтесь, насколько это много. Вы спросите, там монобровь? Нет. Там пиптик, как у Google Pixel? Нет. Камера даже не выдвигается, как в Oppo Find. Она не выдвигается. Она отодвигается с задней части, с задней панели экрана. Ну, как бы дальше видео вы это увидите. И за счет этого экран занимает 99% площади. Это действительно круто. Также в этом телефоне стоит, естественно, Snapdragon 855, Super AMOLED-экран, IP68 и металлическое стекло. Что это за стекло, мы, конечно, увидим, когда этот телефон выйдет в люди. Уже тоже просочился дизайн этого телефона, но более о нем ничего не могу сказать, так как все это вы увидите в видео. Так что поехали. Итак, этот красавец оснащен двумя фронтальными камерами на 12,8 мегапикселей, а также присутствует система Face ID как у айфончика. Диафрагма фронтальная 1,8, и одна камера обладает оптической стабилизацией, а другая электронной. Хотя в последнее время разрыв между их возможностями существенно сократился. И это только фронтальные камеры. Что касается основных камер, то тут полный шик. Три камеры на 40, 22, 12 мегапикселей. Прям анекдот какой-то. Зачем сегодня столько мегапикселей? Но тем не менее, обладают они оптической стабилизацией. Есть slow motion, как у Galaxy S9. Также телефон имеет закругленный экран, опять же, как у Galaxy S9. QHD Super AMOLED матрицу, поэтому на солнце вам будет идеально видно все при любом освещении. Встроенный в экран отпечаток пальца. Но опять же, этим уже никого не удивишь. У всех флагманов есть данная фишка. Корпус телефона, скорее всего, будет из стекла особого сплава. Диагональ экрана 6,3 дюйма, хотя может и меняться. Разрешение очень странное. 19,5 на 9 соотношение сторон. Но опять же, это не точно. И возможно будет соотношение сторон 18,7 на 9. В новинке будет присутствовать Type-C разъем и стереодинамики. 3,5 мм джека не будет. Сколько симок будет в данном модели, неизвестно. И как они будут поддерживаться, тоже неизвестно. За быстродействие будет отвечать супер-пупер процессор Kirin 980 на 7-нанометровом техпроцессе, который, как заявляет Huawei, быстрее Apple-овского Bionic 12 процессора. Как будет на деле, мы это увидим. Что касается тех характеристик, то тут ничего сверхъестественного. 6 или 8 ОЗУ, 128, 256 и возможно 512, пока неизвестно, гигабайт встроенной памяти. Также моделька будет доступна в трех цветах. Черный, вроде как золотой, и синий. Задняя крышка будет изогнута наподобие Galaxy S9. Работать монстр будет на Android 8.1 Oreo. И возможно емкость батареи будет 4600 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Пока, это все новости на сегодня. Теперь самый смартфон, Motorola Moto Infinity. Это новейший концептуальный дизайн компании Motorola. Здесь они попытались достичь максимально возможного пространства экрана, без необходимости реализации дизайна с натрезом. Они сделали это, перемещая переднюю камеру в съемное заднее крепление, которое позволит использовать камеру как переднюю, так и вторичную заднюю камеру для настройки тройной камеры. Благодаря этому концептуальному дизайну, экран занимает 99% всего телефона. Это never lock, в смысле невероятно. В общем, коротко и быстро. Концепция Motorola Moto Infinity оснащена 6,3 дюймовым дисплеем QHD OLED с отношением сторон экрана 18 на 9 и 99% корпус. Он оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 с 4 или 6 гигабайтами оперативной памяти и внутренней памятью 128, 256 или 512 гигабайт. Фронтальная камера на 12 мегапиксель. Сзади 12, 16 и 20. Концепция Motorola Moto Infinity будет построена из металлического стекла с сертификатом IP68 для защиты от пыли и воды. Стереодинамики есть с обеих сторон. 3,5 мм разъем остался, сканер отпечатка в экране. Это приблизительные данные к выходу модели. Они могут меняться. Данная модель будет выпускаться в 4 основных цветах. Это золотой, розовый, черный и синий. Это невероятная модель и будет очень интересно посмотреть, как реализовано вот этот пиптик камеры, который выдвигается с задней части телефона. В принципе, все, что хотел сказать по этому поводу. И пока мы с вами тут разговаривали, вышло новое видео нашей любимой компании Xiaomi Mi Mix Flex с тремя камерами. Это действительно очень крутой телефон. Там тоже будет 99% занимать экран всего телефона. Но об этом уже в следующем видео. С вами были товарищи поднебесные. Если вам интересны данные новости, новинки, которые будут в будущем, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Ну, я буду рад твоим миллионным просмотром. Всем спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok